Красивейший, величественный деревянный храм Николая Чудотворца в селе Оськино не так давно осиротел. Отец Адриан Шитов был настоятелем этого прихода без малого 40 лет. Учитывая, что с конца 40-х и вплоть до 90-х годов 20-го века этот храм был одним из немногих действующих в Ульяновской и Пензенской областях, а также в Мордовии, то нетрудно представить, что у почившего батюшки тысячи духовных чад на сотни километров вокруг. Сейчас настоятелем храма и благочином 2-го округа Барышской епархии назначен протеерей Павел Бобров. Он и встречал владыку на праздничное богослужение. Господь, 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 Господь. «Христос Воскресе» звучит по-особенному. Светлая Седмица – время церковных наград. Воськина владыка Филарет наградил патриаршей наградой правом служения Божественной Литургии с ответственными царскими вратами по Иже Херувимы настоятеля храма Архангела Михаила села Поддубно-Инзинского района протеерей Виктора Павельева. В конце литургии епископ Филарет окропил прихожан святой водой и обратился к людям с архипастерским словом. В своей проповеди владыка, конечно же, вспомнил о отца Адриана Шитова и призывал людей жить по заповедям Божьим. «Побода вы вместе с нами, да, даже больше хочется. Ну, тем не менее, тем не менее, жизнь продолжается, как есть такая у нас с вами поговорка. Не живи как хочешь, а живи как хочешь. Поэтому будем с вами нести волю Божию в себе и творить его святые заповеди. Помнить своих дальних и ближних и уповать всегда, что милость Божия за молитву святых угодников будет всегда с нами». Дмитрий Егорин ведет студию Барышевской епархии специально для Уллправда ТВ.